Всем привет дорогие друзья, с вами снова Зарбабай и мы продолжаем работать автомехаником в своей новой автомастерской. Ну что ж, у нас новый клиент, он просит починить подвеску, это Genesis Town 2006 года. Я вернулся, моя жена пользуется GPS навигатором, когда ездит к своей матери, но качество дорог, которые предлагает ей навигатор, ее не особо волнует. В целом она яростно ездит по таким ужасным дорогам, ты себе даже не представляешь, подвеска просто в ужасном состоянии, ты знаешь что делать. Ну, менять подвеску, это однозначно. Так, давайте посмотрим состояние. Кстати, вот мы ничего не видим, да, я вот вижу только ржавые детали все. И хочу проверить, данный сканер наш, зрение Ассасина, ничего не показывает. Но если мы сейчас проведем тест-драйв, который по идее нам сейчас ничто не показывает, и орлейное зрение наше ничто не видит, какие у нас, в каком состоянии у нас детали, то данный тест, после того, как мы пройдем данный тест-драйв, все детали должны быть уже видны. Так, слалом. Ну вот, как раз для подвески проверка. Ну вот, тест-драйв прошли. Теперь, как я и говорил, снова проверяем мы орлиным зрением. И да, он показал все детали с помощью этого теста, пройденные. Так, ну, оранжево-желтое состояние, в принципе, нормальное. Так, давайте пройдем еще один тест. На диагностическом стенде. Так, дальше. Теперь задний. Отлично. Теперь тестируем саму подвеску. Да, разница, конечно, тому показал большая. Снова смотрим нашим орлиным зрением. Вот и показал тест. Значит, нам надо менять один, два резиновых валика. Передние подвесы, да. Задние вот есть. И ресор, по-моему, да, задние. Так, еще... А, нет, пружина вроде в нормальном состоянии. Ну что ж. Снимаем колеса. Так, ну, это только подвеска снимается снизу. Так, а чтобы снять это, надо сначала снять стабилизатор, стойку стабилизатора. Снимаем. Ну, пружина в нормальном состоянии. Так, здесь все. Идем с левой стороны. Снимаем колесо. Так, стойка у нас в ужасном состоянии. Так, здесь все. По-моему, у нас правая задняя. Снимаем. Да, вот она у нас. Задний амортизатор. И как его снять? Походу, снять мы так не сможем. Наверное, я зря разбирал колесо. Блин, зараза. Ладно. Что ж, поднимаем машину. Так, ну, втулки здесь в нормальном состоянии. Более-менее. Снимаем втулку. Так, здесь вроде все у нас. Из красного, да? Да, теперь к задней части автомобиля. Ух, сколько тут всего. Пружина тоже в ужасном состоянии. Жесть. Так, и... Что у нас? Да, вот. Резиновый валик в ужасном состоянии. Снимаем. Резиновая втулка. Извиняюсь. Так. И вот это нам надо сейчас снять. Так, ну, вроде все. Вроде все. Так, давайте посмотрим, что у нас в ужасном состоянии. Что нам надо покупать. Итак, нам нужен амортизатор А, передний, левый. Стойка стабилизатора левая. Амортизатор А, передний, левый. Так, рычаг подвески, передний, правый. Рычаг подвески, задний, левый А. Задняя пружина подвески. Резиновая втулка и задний амортизатор. Отлично. А что из этого мы можем починить? Рычаг подвески. И еще один рычаг. Так, супер. Тогда смотрим еще раз, что нам надо брать. Итак, два амортизатора А, левый и правый. Стойка стабилизатора левую. Один резиновый. Одну резиновую втулку, задний амортизатор и заднюю пружину подвески. Что ж, покупаем. Так. Вот. Передний левый. Передний правый. Класса А, да. Так, здесь нам ничего не надо. Из этого тоже. Так, вот. Задний амортизатор. Задняя пружинная подвеска. И, по-моему, резиновая втулка осталась только, и все. Так, вот она, резиновая втулочка одна. Остальное вроде все. А, стойка еще. Стойка из стабилизатора левая. Вот. Вот теперь все. Что ж, идем собирать теперь. Начнем с задней части. Режим сборки. Так, начнем отсюда. Ставим на место пружину. Отремонтированный рычаг подвески. Так, отлично. Поставим резиновую втулку. Если не хочется его назвать валиком. Так, и задний амортизатор. Так, ну, вроде здесь все. Теперь идем к передней. Рычаг подвески передний ставим. Так, и резиновую втулочку на место. Отлично. Здесь вроде все, да? Так. Все, опускаем автомобиль. Убираем наше рельное зрение. Так, давайте заднее колесо сразу соберем. Зря мы его разбирали. Но зато будем знать, что до задних амортизаторов добираться надо, подняв машину. Отлично. Что ж, собираем правое колесо. Так, отлично. Теперь стоечку. И колесо. Ну, и теперь слева частью займемся. Ну, давай, давай. Давай. Ставим колесо. Так, ставим колесо. Отлично Проверяем наш заказ Все выполнено Все ли мы поставили Давайте убедимся Да остались только изношенные детали Мы их сразу продаем 42 доллара получаем Отлично И сдаем машину хозяину Следи внимательно за женой Итак Найти и локализовать проблему Мой двигатель грубо запускается Порой даже если я езжу на автомобиле Каждый день Штука баксов Так а что это за машинка Olsen Grand Club 2017 года Джейпик такой Смотрите Такой прикольненький Интересный Так ну что ж Здесь проблема с двигателем Скроем кузов Мы только знаем состояние Заднего Левого колеса Так что ж Проводим тест ОБД После этого теста должно показаться Вся электроника В цветах в нужных Чтобы определить поломку Отлично Так скрываем Ну знаешь как то я не определил Здесь Все нормально Что ж давайте Потестируем его здесь Ой А я машину поднял Ладно Не туда зашел Состояние машины не допускает вам провести тест драйв В смысле Потому что она поднятая Ну мы опустим ее Видите даже показывает что состояние машины не позволяет провести тест драйв Двигатель круга запускается Ну давайте посмотрим на этот двигатель Так Скроем вот это тоже Так Уровень масла Нормально Так Да нормально Состояние на вид Интересно Так Ну давайте режим Разборки Может свечи нам Да нет Свечи тоже нормальные Странно Очень странно А здесь не посмотрели состояние Да Так Ну-ка сними Ага Крышку надо снять Да нормально Со свечами Хм Интересно Так А я крышку не закрыл А тест драйв я смогу провести Тоже не может Да что ж такое-то Непонятно Непонятно мне Ну давайте поднимем Состояние машины Мы не можем Так Деталь вроде Не снимали Что же у тебя тут С двигателем На вид Вроде все нормально Странно Он-то Он-то говорит То Проблема с двигателем Вот это заказик Вот это заказик Грубо запускается Порой Но тесты я не могу Только кроме одного теста Один ОБД И все Будем снимать Лезть вглубже в двигатель Так-то вроде Свечи все в нормальном состоянии Провода тоже Ну-ну-ну-ну Не смей Отлично Да и тут Вроде все В поряде Так это нам ничто не дало Так Ну давайте посмотрим Фильтра В каком состоянии Может быть Из-за этого Что-нибудь тут Не запускается Так Проверку Фильтра Нет В отличном состоянии Странно Будем добираться До этого Фильтра Ух ты Воздушный фильтр Состояние 0% Хорошо Меняем Надеюсь Только в этом Была беда Хотя Тут может быть Беда во всем угодно Не Ну проблема С двигателем С двигателем Что ж Давайте менять фильтр Так Вот 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 Наш Воздушный Фильтр Так Собираем Режим Спорки Да Пришлось Полмашины Разобрать Чтобы догадаться Что это Фильтр И то еще Неизвестно Как бы скрытой детали Все равно Не увидишь Так Давайте Ставить На место Двигатель Так Дроссель Свечи Так Ну Состояние то вроде нормально Блин Все Не заводится Вернее заводится Но Проблемы с двигателем Я даже Предположить не мог Что это Из-за Воздушного Фильтра Может Такая Беда Так Я вот Вижу Крышечку Я не закрыл Сразу Закрою Так Ну вроде Все Собрали Так Давайте Смотреть Да Проблемы Нашли И локализовали Штуку Баксов Он дает А мы Все Лишь Фильтр Купили Да Так Кстати Надо Продать И Сдаем Машину Хозяину Переходим К следующему Заказу Осмотреть Амортизаторы И пружины Я купил Себе Новый Автомобиль Он Выглядит Слишком Тяжелым Я не уверен Может Что-то Не так С подвеской Или с чем-то Вроде того Рефтон Вайнд Окей 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 Давайте Посмотрим Так Так Здесь Вроде Все Нормально Он Видит Сразу Одну Деталь Так Загоняем Ее На вот Этот Тест Диагностический Стенд Отличный 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 Теперь Задний Вроде Нормальный Влево И вправо Так Ну а теперь Смотрим Подвеску Состояние Передний Сначала Вроде нормально И Задний Тоже Вроде нормально Так Смотрим Да Смотрите У нас Амортизатор Все пружины Все надо Менять И задний И передний Так Сразу Туда Покупаем Так Задние Задние Вот Они Ну и Передние Две Кстати По заказу Он просил Только Проверить Ну ладно Так Этим Амортизатором Передним Только Через Колеса Так Стойку Так Ну все Собираем Режим Сборки Новую Переднюю Удобно Пользоваться Такими Тестами Сразу Протестировал Посмотрел И Нужную деталь Нашел Если Конечно Не в скрытом В виде Где нибудь Спрятано Как Прошлый Заказ С фильтром Воздушным Да Все Перекопали Все Тесты А ну Тест только Один Проходил По электронике Как раз А состояние Фильтра Ни один Тест Не проверит Так Снимаем Здесь Ну и Меняем Пружину Режим Сборки Так Автомобиль Вроде В хорошем Состоянии Да Только Пружины Надо поменять И В принципе Может Дальше Ехать Хозяин Так Отлично А чтоб К задним Машину Надо поднимать Так Чтобы снять Эти Надо снять Вот эти Да Рычаг Подвески Снимаем Ставим Новый Отлично Теперь режим Разборки И Эту часть Ой Да ладно Че Серьезно Глушак Надо снимать Твою ж Дивизию Ну да Иначе Не снимется Ну я так полагаю Эту трубу Надо тоже Снять Сзаднюю Выхлобную Вот Теперь Можем Снять И Рычаг Да Вот это Разборка Просто Пружины Поменять А сколько Надо всего Разбирать Снять Так, отлично Опускаем Проверяем Да, все сделали Может забирать клиент в свою машину Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылки под видео С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях, всем пока